Добро пожаловать на канал Hard Red Set Info. Перед нами находится устройство Oppo Reno 12 Pro. И сейчас мы будем с вами рассматривать настройки камеры. Итак, открываем камеру. И первое, что мы здесь видим, у нас тут есть Google объектив. Здесь нужно дать для него различного рода разрешения. Ну, я думаю, все знакомы с Google объективом. Здесь можно переводить, здесь можно искать, здесь можно искать домашнее задание. Вот, очень классная вещь. Также, что еще у нас есть интересного в камере? Давайте перейдем в настройки. Нажимаем на три полосочки в правом верхнем углу. У нас есть HDR, конечно же. Также у нас есть интервальная съемка. Мы выбираем здесь количество снимков и интервал между фотографиями. Это достаточно удобно. Также мы можем перейти в настройки. Здесь мы можем включить или выключить водяной знак в рамке. Вот это будет выглядеть вот так вот. Можем его выключить. Я такое не очень люблю, поэтому выключаю. Также можем здесь включить сетку либо диагонали, либо золотую спираль. Можем включить также уровень для лучших фотографий. И можем убрать звук затвора, либо наоборот включить его. Можем настроить зеркальное отражение селфи. Вот. Что еще добавлять метки местоположения. Здесь можем сохранять настройки, например, режим съемки. Можем сохранять художественные эффекты, настройки камеры Pro, режима Pro, вернее, и автомакросъемка. Можем включить сканирование QR-кода основной камерой в режиме фото. Я думаю, это достаточно удобно, поэтому оставлю включенным. Также интересно, что у нас здесь есть различные методы съемки. То есть мы можем включить съемку касания и показать ладонь. Что такое съемка касания? Мы нажимаем на экран. Но, возможно, нужно включить. А, нет. Все окей. И также можем... А, у меня интервальная стоит съемка. Сейчас давайте я отключу интервальную. Вот. И также мы можем показать ладонь. У меня не получается. Я не знаю, насколько далеко нужно стоять. Это, возможно, во время фронтальной включенной камеры. Да. Вот. И таким образом мы также можем делать съемку. Дальше. Что у нас еще здесь есть? Мы можем включить коррекцию искажений в портретной ориентации. Можем настроить режимы аудио. У нас тут есть стандартный режим аудио. И также динамичный. То есть он лучше немножко записывает звук, убирает шум ветра, ну, снижает. Вот. Так что можно включить данный режим. Я думаю, он неплохой. Можем включить фиксацию фокуса. То есть мы можем заблокировать фокус на каком-то определенном месте во время записи. И можем также записывать видео в формате высокоэффективного кодирования. Также можем выбрать, что мы будем делать при помощи кнопки громкости, либо громкость, либо затвор, либо масштаб. Также можем включить быстрый запуск. То есть здесь нам нужно предоставить разрешение. Нажимаем настройки. Выбираем камеру. И нажимаем разрешить включать экран. И то есть, если мы дважды нажмем какую-нибудь кнопочку громкости. Давайте попробуем. У нас включится камера. Либо не включится. Еще раз посмотрим. А, я отключила. Окей. Нажимаем дважды. И все равно не включается. Окей. А, при выключенном экране. Окей. Да, окей, работает. Хорошо. Дальше. Что у нас тут есть? Также мы можем восстановить настройки по умолчанию. Мы можем... Это мы рассматривали режим фото. Также у нас тут есть портретный режим. Мы можем здесь настроить глубину резкости. Также можем... Ну, масштаб, естественно, настроить. Фильтры. Ретушь. Также можем включить настройки. Здесь, в принципе, все то же самое. Можем также перейти в режим «Еще». Здесь у нас есть ночная съемка, конечно же. Высокое разрешение. Можем здесь включить панорамную съемку, выбрать. Замедленную съемку, ускоренную. У нас тут есть сканер документов. Я думаю, это тоже достаточно полезная функция в наше время. Двухоконный режим. Мы также можем включить, то есть, одновременно две камеры. Дальше. У нас есть здесь видео. Видео. Мы тут настраиваем, конечно же, разрешение. Вот. Мы можем включить стабилизацию. Можем... В настройках, в принципе, у нас все то же самое. Ничего не меняется. И также у нас здесь есть режим «Про». Мы можем настроить здесь ISO. Можем настроить... Забыла, как называется. Затвор, скорость затвора. Экспозицию, фокус, баланс белого. В общем, все здесь вы можете настроить под себя. Под те снимки, которые вы делаете. Также можем автоматически все установить. Вот. Ну или не все. Почти все. И можем сбросить вот здесь настройки. И тут еще есть у нас пиковая фокусировка гистограмма. Мы тоже можем включить. В настройках... Окей. Больше ничего не можем сделать. Вот. И такие у нас настройки камеры. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»